Сейчас час двадцать, его температура сто восемнадцать градусов, сто восемнадцать градусов тепла. Это сколько? Пятьдесят? Это большая лера? Сто восемнадцать только что показал градусник у нас в машине. И вот так бедные люди ходят по улицам. Здесь не то что ходить, здесь бежишь с машиной, бежишь в какой-нибудь магазин, но здесь везде кондиционеры прохладно хорошо. Без кондиционеров в Калифорнии жить нельзя. Я знаю латинцы, мексиканцы могут жить без кондиционеров. Вот у меня соседи были эти, которые я рассказывала, у меня есть видео, где они собирались в партии каждый день по двадцать человек. Стояла там шум такой, музыка и все остальное. Так вот они вообще, сколько там было квартир. Я, наверное, одна, которая юзала кондиционер дополнительно к тому, что там был какой-то плохенький работал. И плюс потом черная соседка купила тоже кондиционер. Такой же посмотрела, как я, который вытягивает портабол, который переносной. Ерунда такая, но хоть что-то помогает. А все остальные без кондиционеров такая жара и они обходились. Но в основном, конечно, люди, наверное, 90% имеют кондиционеры. Если жилье не предоставляет кондиционеры, потому что в Калифорнии по закону должны предоставить обогреватели, тепло, но не кондиционеры. Правильно? В Калифорнии можно прожить без этих обогревателей. Если там холодно, но человек может там, допустим, укрыться, это же не до такой степени. Здесь нет морозов, здесь нет минусовых температур, ни разу не было в Лос-Анджелесе за столько лет, что мы здесь жили. Но вот без кондиционеров здесь не проживешь. Но по закону человек, квартироздатель не обязан вам предоставлять кондиционер. И вот в окнах стоят такие, которым по сто лет кондиционеры. Уже видно, что они и не тянут. Если тянут, то только чтобы электроэнергию скачивать и платить за это. А так люди покупают свои, потом переезжают, забирают. Или переносные, очень популярные. Костка очень хороший у нас магазин, который у них, наверное, одно из лучших палоси. По возврату палоси, как переводится? Условия. 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 Условия возврата товара. И вот люди некоторые, допустим, раньше так вообще приносили по несколько лет, попользуются компьютерами. И приносили, сдавали, потом уже старье брали новое. А кондиционеры можно купить, если не понравилось сдать. Там тоже какую-то сделали уже, мне кажется, 90 дней или еще не сделали. На что-то сделали, не технику уже сделали какую-то. Вот. Поэтому в магазинах раскупаются сейчас товар первой необходимости. Везде раскупаются кондиционеры. Они стоят 450-400 баксов переносные, которые вот шланг вставляешь в окно. Вот. И не надо окно резать. Но они и подороже стоят. И, конечно, я не слабо верю в продолжительность жизни таких кондиционеров. Сколько я их покупала вот так вот временно. И вот сейчас мы пока устанавливаем свой центральный кондиционер, который полетел. Буквально два дня мы уже умираем от этой жары. И мы купили временные вот такие переносные кондиционеры. И у меня были, вернее. У меня были, потому что я торговала ними. Поэтому у меня они были. Остаток какой-то. И я недовольна ними. Людей, конечно, может, и выручают. Но вот как на постоянной основе. Я бы такие не хотела бы иметь вместо центрального кондиционера. И по оплате электроэнергии, и по эффективности, и по затрате. Вот эта тапанга хорошая тоже, очень хорошая. Мол. Мы сейчас будем проезжать. Он сейчас пустой. Мы у него забежали. Там нужно было что-то купить быстренько. И там людей нет. Но там так хорошо прохладно. И вот огромный такой центр. Здесь у нас хорошее такое. Не везде есть разные сторы, кроме молоту. Основных таких, как Мэйсис, Немаркус. Такие самые лучшие марки. Еще вот маленькие бутики такие. Так там прохладненько. И рекомендуют сейчас, что если люди не имеют, кто не имеет возможности, бедные кондиционеры, значит, приглашают их в эти места, чтобы переждали это пекло. Или библиотеки. Или специальные центры есть. Для тех, кто не имеет кондиционеров, чтобы по какой-то причине не имеют, чтобы могли переждать это пекло. Здесь с прохладой как-то можно, конечно, бороться. Потому что одеться там, укрыться, если нет. Но вот без кондиционеров в Калифорнии это ужасно. И когда вот такое напряженное в прошлом году, где-то в это время года мы с океана возвращались. И выбило полностью здесь, видно, выходные. Помню, выходные были. И видно, все включили электроприборы, кондиционеры. И выбило свет на огромный город. Они делали что-то, сколько, три дня? По-моему, три дня. Нас не затронуло здесь, но мы как-то с краю очутились. А вообще, конечно, люди выходили на улицы. И, в общем-то, это было как бедствие. Мы уезжали на океан. Мы приехали на океан. Океан. И вот это посылает. И это было так. И это было так. 易освитие.